Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Юлия Якель, я являюсь первым вице-президентом движения Slow Food в России. Сегодня я бы хотела вам рассказать об этой организации и о ее деятельности в мире и у нас в стране, в России. Slow Food это, наверное, одна из самых известных и влиятельных эко-гастрономических организаций в мире. Она вносит реальный вклад в сохранение региональных традиционных продуктов и в защиту биоразнообразия на планете. Как же все начиналось? Около 30 лет назад в Италии Макдональдс хотел открыть свой первый ресторан на главной площади Рима и многим это было не по душе. Один из фермеров даже планировал въехать в ресторан-атракторе со словами «Где растет гамбургер, там сыр Рокфор умирает» и заблокировать вход для посетителей. Этого не случилось, но на той же площади в рамках акции протеста Карло Петрини организовал традиционную итальянскую трапезу. Главным блюдом у него, конечно же, была паста, а участники с тарелками в руках скандировали «Мы не хотим фастфуд, мы хотим slow food». Впоследствии как раз Карло Петрини стал основателем этого движения. Идеология фастфуда такова, что еда по всему миру одинаковая. В какую бы точку мира вы ни попали, и в России, и в Италии, и во Франции вам предложат абсолютно такую же картошку фри, бургеры и кетчуп. А философия slow гласит, что любой местной кухне жизненно необходимо быть разнообразной. Слоуфуд пытается как раз помочь людям вспомнить, несмотря на стремительный образ жизни, как можно неторопительливо наслаждаться жизнью, едой, будучи одновременно сознательным и ответственным потребителем. Эблема слоуфуд – улитка. Она является как раз символом такого неспешного образа жизни. Она медленно передвигается и ест то, что дает природу. Основная работа в Слоуфуд связана с защитой традиционных и качественных продуктов питания. Их лозунг «Вкусно, чисто, честно». «Вкусно» предполагает потребление свежих натуральных продуктов, которые являются частью местной культуры. «Чисто» – продукты должны быть выращены и приготовлены без причинения вреда экосистеме и здоровью человека. Например, растения должны быть выращены без пестицидов и использования ГМО. А продукты животноводства получаются без применения антибиотиков и усилителей роста. Блюда готовятся без химических добавок и консервантов. А последний элемент «Честно» предполагает доступные цены для потребителей, и при этом справедливую оплату и достойные условия труда для производителей. Слоуфуд поддерживает фермеров, мелких производителей сыров и других продуктов по всему миру. Ведь именно фермеры являются источником уникальных и вкусных продуктов питания. Организация призывает к прекращению использования в сельском хозяйстве вредных пестицидов и противостоит интенсивному земледелию. Мы выступаем за свободный выпуск животных, так называемый free range, и за сохранение агроэкологического биоразнообразия. А также мы призываем отказаться от ГМО в производстве продуктов питания и для кормов животных. Слоуфуд поддерживает право коренных народов на продовольственный суверенитет и использование своих земель традиционным образом. Ведь сохранение их традиций и образа жизни как раз помогает поддерживать биоразнообразие пород животных, сортов растений и традиционных продуктов питания во всем мире. Несколько слов о структуре организации. Движение началось в Италии, но за последнее время окутало весь земной шар. В нем участвует миллион людей, а организация представлена в более чем 170 странах мира. Штаб-квартира Международной ассоциации Слоуфуд находится в Италии, в городе Брам, в регионе Пьемонт. А тот самый активист Карло Петрини до сих пор является президентом движения Слоуфуд. Кроме того, в регионах и городах существуют так называемые конвивиумы. Они занимаются развитием деятельности и организацией мероприятий. Сейчас в мире таких конвивиумов насчитывается около полутора тысяч. Конечно же и молодежь тоже не остается в стороне. И в более чем 40 странах многие юноши и девушки объединились в молодежную сеть движения Слоуфуд. А как же обстоят дела в России? В России история движения началась с подвига сотрудников научно-исследовательского института растениеводства имени Вавилова. Во время блокады Ленинграда они героически сохранили уникальную коллекцию семян и растений, которая была собрана Николаем Вавиловым по всему миру. В 2000 году сотрудницу научного института Марию Гиренко наградили наградой движения Слоуфуд за вклад в защиту биологического разнообразия. Сотрудничество ученых этого института и движение Слоуфуд продолжается и по сей день. Сейчас в России насчитывается около 60 продовольственных сообществ по всей территории Российской Федерации от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Эльбруса. Также в стране находится 21 местное отделение конвивиума. Часть из них объединилась в общественную организацию Слоуфуд в России, представителем которой я как раз и являюсь. Участники движения организуют фуд-фестивали, фестивали еды, фермерские ужины, они проводят семинары, помогают возделывать огороды, сотрудничают с шеф-поварами, виноделами и проводят для детей уроки вкуса. А также активно работают над улучшением системы школьного питания. И, конечно же, мы пропагандируем сохранение гастрономических традиций и осознанное потребление среди людей всех возрастов. Конечно же, в нашей стране Слоуфуд должен развиваться на свой национальный манер. Никто не может прийти к россиянам с другой культурой, кухней, другими идеями, ведь тогда мы потеряем нашу идентичность. И как поддерживает эту идею основатель движения Петрини, в этом плане Россия очень уникальная страна, ведь кухня в ней меняется от региона к региону, от одной области к другой, и в каждое одно и то же блюдо готовится совершенно по-разному, поскольку это зависит от местного агро- и биоразнообразия. Тот же борщ выглядит по-разному в зависимости от региона. Конечно же, движение не может оставаться в стороне от мировых проблем, таких как изменение климата, избыток пищевых отходов и миграция населения. В настоящее время из-за плохого качества пищи возрастает количество болезней. Около 80 миллионов человек не получают нормального питания и страдают от голода, в то время как почти 2 миллиарда, наоборот, переедают. В мире производится еды намного больше, чем требуется населению планеты, примерно на 12 миллиардов людей, а живет на планете чуть более 7. Это означает, что около 40% пищи либо выбрасывается в мусорное ведро, либо мы переедаем. По словам Карла Петрини, за последние 10 лет в мире исчезло около 75 различных сортов растений и видов животных. И этот список продолжает расширяться. Почему же так получилось? Одна из причин заключается в том, что в мире уделяется огромное внимание гиперпроизводству еды, которая в свою очередь нацелена на поддержку развития сильных видов. Это обедняет природу, делает ее уязвимой и зависимой от человека. И местные фермеры зачастую не в силах конкурировать с крупными корпорациями в сфере еды, что приводит к исчезновению редких, но очень нужных и важных видов растений и животных. Одним из основных проектов по сохранению биоразнообразия планеты, Slow Food, это Ковчег Вкуса, представляющий собой электронный каталог пищевых продуктов, сортов растений, пород животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Slow Food находят уникальные исчезающие продукты, способствуют их возрождению и продвижению на мировой рынок. Например, в Италии благодаря этому движению удалось вернуть более 130 продуктов. В России на грани исчезновения 79 продуктов, пород, сортов, таких как, например, Владимирская вишня, Павловская курица, Бурятский крупный рогатый скот и Коломенская белокочанная капуста, который, кстати, современные петербуржцы обязаны своей жизнью, ведь она была одним из основных продуктов, который помог выжить многим жителям блокадного Ленинграда. Сохранять редкие виды и сорта важно не только для пищевой индустрии России, но и для экологии всего мира. Также важно чтить традиции местной кухни, так как следование им – это залог хорошей исторической памяти, и это часть нашей национальной самоидентификации. Как раз этим и занимается Slow Food. Это движение верит, что гастрономия неразрывно связана с политикой, сельским хозяйством, социальными и экологическими проблемами. Крепкая связь между производителем и потребителем является такой же важной, как и защита агро-биоразнообразия. Мы верим, что каждый житель планеты должен иметь доступ к вкусным, чистым и честным продуктам. Спасибо за ваше внимание.